добрый день уважаемые участники немного подождем и начнем первую встречу в контакте в прямом эфире это первый мой опыт ждем эфира эфира уже начинается входите и начнем я вижу присоединяются люди сейчас осталась одна минутка и мы и мы начнем константин владимирович youtube тоже скоро закроет закроет ирина мохина как попасть в эфир возможно николай который помогает в группе или елена поможет вам Наталья Володина все-таки вошла в эфира я рад что у нее получилось хорошо 8 часов как мы и собирались мы начнем прямой эфир по десяти шаговому протоколу эфир я назвал неостеопатия десятишаговый протокол крайне сакральная система неостеопатия чтобы подчеркнуть что фундамент этого протокола лежит в истории остеопатия но это не остеопатия потому что не используют принцип остеопатии поэтому это не есть остеопатия к сожалению или крада или крадости десятишаговый протокол потому что он стоит из десяти шагов которые идут в определенные последовательности эта последовательность специально подобрана чтобы каждый шаг имел продолжение и последующий шаг усиливался предыдущим шагом усилился предыдущим шагом крайнюю сакральная система потому что этот протокол направлен на крайнюю сакральную систему которая хорошо изучена к настоящему времени и мало того что изучена огромный опыт специалистов подтвердил состоятельность этой системе системы и эффективность работы на этой системы эта система оперирует принципом остеопатия что движение есть в жизни и все составляющие крайнюю сакральной системы должны быть подвижны и протокол является мануальным что значит мануального работа руками руки могут диагностировать они могут диагностировать в первую очередь ограничение подвижности и в то же самое время руки могут вынести движение там где организму в этом есть необходимость поэтому протокол является мануальный протокол с помощью рук этот протокол я давал два года назад когда мы вошли в эпидемию чтобы поддержать людей которые были в состоянии паники в состоянии непонимания испытывали какой-то некомфорт со здоровьем и не могли обратиться к специалистам прошло два года и основа решил дать этот протокол людям которые хотят помочь себе и помочь своим близким близким используя простые средства простые способы это свои руки нет ничего проще чем использовать в руки но не просто руки а обученные руки и некоторые знания о которые безопасны и которые можно подтвердить своей практике помогая своим близким и знакомым вы помогаете в первую очередь помогаете себе если они не будет и не будут находиться в шоке если у них не будет хаос в голове они будут уравновешены принимать достаточно реально жизненные условия жизненные ситуации то и вы будете уравновешены и ваше состояние комфорта будет ближе чем могло бы быть а сейчас я слышал панические высказывания о том что не будет исследования не будет лекарств ради бога не будет лекарств 90 процентов лекарств и так были не нужны они были необходимы тем кто эти лекарства продавал остальной части населения 95 процентов случаев них не было необходимости обследование исследования большая большая часть исследования делается ради самих исследований хороший клиницист используется небольшим количеством исследований используют их тогда когда у него в голове есть клинический диагноз и он должен как-то уточнить подтвердить вот что значит хороший клиницист откуда я это знаю я это знаю потому что сам преподавал в академии после дипломного образования в санкт-петербурге с 2000 по 2006 год и нас так учили на семинарах для преподавателей говорили головы врачей вдалбливайте чтобы не назначали ненужных исследований но к сожалению эта тенденция все увеличилась 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 если мы откажемся от 95 процентов ненужных исследований от 99 процентов ненужных лекарств то у нас есть другие способы помогать людям помогать их здоровью восстановиться самостоятельно для этого есть разные способы и один из способов который был разработан доктором а плейджером это десяти шаговый протокол протокол он прост он безопасен и он интересен можно верить или не доверять но можно взять и проверить вера это состояние верующего у практиков у специалистов нет веры и нет доверия есть возможность проверить то-то то-то наблюдать и сравнить поэтому этот протокол приглашает людей которые хотели бы помочь себе и близким проверить насколько это возможно и доступно и это очень очень просто руки кушетка ваш партнер знакомый или родственник и в путь работайте есть момент то что руки надо нарабатывать отрабатывать но есть учитель это не я это не специалист который имеет множество дипломов есть учителя который честный который не обманет и который всегда приветлив он не агрессивен он не обидит он не ударит в ответ он не потребует обратно за потраченное время это организма пациента он очень доверчив он бывает и не вступает в контакт если с ним не наладить определенные отношения и связи так же как с другим человеком есть некоторые правила этикета как общаться надо подготовиться к этому протоколу и пройти эти правила этикеты и это я вам дам а также при обсуждении десяти шагового протокола на что направлен это десяти шаговый протокол на систему которую открыли остеопаты эту систему они назвали крайнюю сакральная система если мы берем системный подход с позиции тех кто и его разрабатывал то это такая же система как пищеварительная сердечно-сосудистая дыхательная система нервная система почему потому что она имеет субстрат который состоит из анатомических структур и имеет то что в этой системе двигается то что в этом все в этой системе превращается то что в этой системе потребляет энергию и требует трансформации и крайнюю сакральная система отвечает всем этим требованиям она состоит из разных систем из разных анатомических структур мембраны взаимного натяжения которые есть выросты твердой мозговой оболочки и который образует един единство с фасциями с фасциальными структурами кости черепа которые были открыты и замечены самыми первыми что это структура которая входит какую-то удивительную систему крестец и что еще и еще жидкости которые двигаются внутри этой системы трансформируется превращается и начиная с ликвара спинномозговой жидкости превращается между коневую жидкость в лимфу кровь и обратно в ликвар и эта система двигает трансформирует оживляет ликвар эта система очень важна для всех систем организма для центральной нервной системы она очень важно она составляет она является для психики невероятно важно для психики традиционной китайской медицины эта система поддерживает дает потоки в или внутреннее дыхание или то что называют дзин ци традиционной китайской медицины с позиции пустерология или того как человек находится равновесие держит равновесие эта система является определяющей там находится центра осей ось сезерленда которая уравновешивает и дает нам способность относительно силы тяжести находить свое равновесие если этого не получается то вовлекаются мышцы которые напрягаются начинают уравновешивать и лопатическая медицина бросается на эти мышцы начинает их лечить потому что это выгодно они лечат следствие а следствие можно лечить бесконечно причина может быть в крайне сакральной системе удивительная система очень интересная система и мы попробуем изучить с тех позиций 10-ти шагового протокола в чем изуминка изюминка этого протокола не обращают внимание на модели отдают шаг за шагом пальпаторного изучения этой системы не через модели а через выполнение техник выполняя техники вы начинаете обучаться выполняя каждый шаг вы начинаете нарабатывать руки руки в плане диагностики и в плане лечебного воздействия нарабатывая руки нарабатываете свое сознание свою нейтральность нарабатывая сознание вы понимаете что здоровом теле может быть здоровое сознание и нейтральное сознание как Гладь воды не может быть в теле, в котором не удается устранить напряжение и не уравновесить потоки. Поэтому вы работаете с собой. От техник, от работы с собой вы переходите к психоэмоциональным состояниям, потому что нейтральным, спокойным наблюдателем вы можете тогда, когда вам удается со своей психикой разобраться. И этот протокол в наше время непростое, он очень важен для кого? Для тех, кто работает, и для тех, на ком работает, и для тех, кто окружает вас. Вы не можете быть токсичным и работать с организмом. Организм вас не примет, организм не любит токсичного. А так как ваш учитель – организм, организм пациента, то вы не можете и не имеете права быть токсичным. И не будучи токсичным, вы можете противостоять всему тому, что сейчас происходит, и сохранить свое ядро. А что вашим ядром является, ваши ценности, какие ценности, которые вам дали в первые годы жизни ваши родители, ваше окружение и ваша традиция, в которой вы выросли. Я надеюсь, что то, что я говорю, используя этот протокол, вы увидите, и он вам поможет. Этот протокол мы даем с единственной целью – помочь вам в эти непростые условия сохранить спокойствие. И могут появиться те, кто захочет приобрести новую специальность. Такая специальность уже есть. В России она только развивается. В других странах она во многих тоже развивается. Но есть те страны, где это уже стало официальной профессией. Краниосакральный специалист, краниосакральный терапевт, краниосакральный практик. И этой профессии вы сможете помогать не только вашим близким и родным, но, возможно, тем, кому нужна будет ваша помощь. А сейчас ваша помощь нужна будет очень-очень многим. Мы будем давать шаг за шагом, разбирая каждый шаг. И я готов с вами общаться в ВКонтакте, в Телеграме, отвечать на ваши вопросы и помогать вам осваивать этот изумительный десятишаговый протокол. Мы хотели сегодня ВКонтакте дать в прямом эфире этот протокол, но столкнулись с некоторыми сложностями. Мы впервые выходим в ВКонтакт. И так же, как и многие другие. Не потому что очень нам это нравится. Мы впервые выходим. Я впервые выхожу в эфиры и впервые начинаю активно пользоваться ВКонтактом, потому что так сложились условия. Почему сложились? Это не важно. Важно то, что они сложились. И мы должны к ним приспособиться. И мы к ним начинаем приспособиться. И у нас возникли некоторые технические моменты. И я не смогу вам дать этот протокол. Первый шаг, как хотел. Вот показывая на модели и рассказывая, объясняя. Но мои помощники Николай и Елена, которые помогают мне, нашли выход. Они разместят этот первый шаг и подготовку к этому первому шагу на страничке ВКонтакте и в Ютубе. И можно будет войти с моей странички и посмотреть, как два года назад я давал этот протокол. Второй шаг протокола мы попробуем уже дать в прямом эфире. Но если не получится, то, может быть, а также как-то продублируем предыдущих. Но уже все последующие шаги я буду давать точно в прямом эфире, потому что мне не нужна будет модель. У меня есть разные муляжи. И показывая на муляже, я смогу объяснять, показывать и рассказывать. Извините, что не получилось так, как мы хотели. Но вы все понимаете. Потому что сейчас все находятся в такой необычно непростой и не очень приятной ситуации. Перескоков из одних, из одного опыта в другие. Поэтому я не извиняюсь, я просто говорю, что мы все находимся в такой ситуации. Все понимаем, все понимаем. Но мы хотим помочь и хотим помочь. И если у вас будут возникать какие-то атаки панические, если будет возникать хаос, если вы будете в состоянии тревожности, начинайте с этого протокола. Он успокоит вас, он поможет. Это ваше лекарство на то время, которое не очень приятно, не очень комфортно, и в котором мы сейчас живем. Нам не уйти из этого времени, мы должны жить, продолжать жить. Поэтому я сегодня прощаюсь по поводу второго шага. Он очень интересный, он такой трудоемкий второй шаг. Мы встретимся через неделю, во вторник. Я вам дал некоторые упражнения в первом шаге. Выполняйте их. Вопросы есть, не стесняйтесь, задавайте. Я с радостью на них отвечу. Я люблю общение, люблю общаться и готов помогать. Сейчас я вас спрошу перейти на мою страничку ВКонтакте. Там будет ссылка на YouTube. Выйдите на YouTube и начинайте смотреть тот протокол, первый шаг того протокола, который я давал два года назад. До встречи. Всего хорошего мы выдержим, мы пройдем все невзгоды. Я нисколько не сомневаюсь в этом. И мы должны друг другу помогать. До встречи через неделю, во вторник.